Она сидела под скамейкой и замерзала, но люди проходили мимо, не замечая ее просьбы о помощи. Служба спасения животных Дар узнала о крошечном щенке, который был один и прятался под скамейкой. Люди проходили мимо нее и только размещали ее фотографии в фейсбук с просьбой помочь ей. Как ни странно, однако, никто на самом деле не остановился, не поднял ее с холодного асфальта и не помог ей. Всем было жалко потратить на нее свое время, она была такой маленькой и вся перепачкана грязью. Удивительно, что ее так и оставили сидеть в одиночестве под скамейкой, возможно люди просто побрезговали ее трогать. На счастье щенка, кто-то додумался обратиться в центр спасения животных. Один из спасателей из Дар направился на помощь бедному щенку. Она не могла понять, почему крошечного щенка оставили замерзать на улице. Когда она пришла и увидела беззащитную маленькую девочку, она была поражена бессердечностью людей. Этот щенок был в тяжелом состоянии. Долго она бы не выдержала на улице в одиночестве. Спасатель завернул ее в теплое одеяло и посадил в машину. Пришло время отвезти ее к ветеринару. Оказавшись на смотровом столе, ветеринар первым делом удалил всех клещей. Их было очень много. Ее глаза также были поражены инфекцией. Ветеринар также пытался заставить ее встать самостоятельно, но она была слишком слаба, чтобы сделать это, ее приходилось постоянно придерживать. Но по ней было видно, что она не сдалась, она продолжала бороться. Помимо недоедания, из-за чего у нее было сильное истощение организма, у нее была анемия, из-за большой потери крови от паразитов. Наконец, маленькому щенку принесли еды и воды, и она вдоволь наелась и напилась. Она была в восторге, когда она в последний раз ела, никто точно не знает. Малыш был в плохом состоянии, но они работали круглосуточно, чтобы сделать все возможное, чтобы малышка снова стала здорова и начала радоваться жизни. Никто не может предсказать будущее, что бы с ней случилось, если бы она так и осталась одна на улице, но теперь, когда она в безопасности и о ней заботятся, ее будущее выглядит намного радужней, чем раньше. Лечение пошло ей на пользу, уже через неделю она самостоятельно бегала и играла с волонтерами, радостно виляя своим маленьким хвостиком. Как только ей стало легче, ее передали на передержку, чтобы малышка привыкла к дому. Всю свою жизнь она жила на улице. Когда щенок адаптируется, ей начнут искать любящих хозяев, которые подарят ей тепло и заботу. Пожалуйста, не забывайте делать все возможное, чтобы поддерживать спасательные организации и приюты в вашем городе. Вместе мы действительно можем сделать большую и хорошую работу. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!